Двери этой коммунальной квартиры закрыты и опечатаны. Недавно здесь произошло жестокое убийство. 12-летний подросток вместе со своими друзьями долго и методично издевался над соседом-инвалидом и в конце концов забил его до смерти. Эти кадры были сняты, когда квартира еще не была опечатана, а убийство уже произошло. В гостях у Максима очередная компания подростков. А он сам с упоением рассказывает, как убивал пенсионера. Максима все-таки отправили в Екатеринбург. Центр временной изоляции несовершенности. Постановлением Первоуральского городского суда 27 октября текущего года данный несовершеннолетний помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на срок до 30 суток. Что будет дальше, пока не ясно. В Центре временного содержания Максим может находиться не больше месяца. Как говорят соседи, мать-подростка живет на проспекте космонавтов вместе с сожителем. Мы нашли этот дом, матери дома не было. А вот мнения соседей об этой семье разделились. Я очень боюсь. Но, знаете, нет гарантии, что я перееду на другой конец района, и он не попадется нам там. А у вас Максима знакомы? Знакомы. А что можете прийти ему сказать? Не знаю. Он не отдыхает. Несколько дней назад он убил человека. Но он что делать? Не знаю. Пока подросток изолирован в домах на космонавтов, в Атутина стало тихо. И кто-то из соседей уже вздохнул с облегчением. Спокойно будет. Потому что брата проводит эту квартиру. Никуда он не может выйти. Потому что никакого-то мальчика из кругополучной семьи задащили к себе. Он потом здесь валялся, скорую вызывали. Он нанюхался чего-то. Его просто сюда выкинули и все. А кто-то думает, рано еще переводить дух. Это лишь временное затишье. Вдруг Максим вернется. Будет опять такая же история, раз он заказал Нину Михайловну, и так же и меня. И я, конечно, я даже с собой ножик таскала и купила газовый этот сам болотчик. Вы поедете, что он вернется и вас убьет, да? Да. Это же страшно. Они же неадекватные, они же маленькие. У них совершенно другое понятие в голове. Мы не знаем, что у них вообще в голове. Перетвориться. Конечно, страшно. Вот так. В один миг все стало с ног на голову. Теперь взрослые люди и вполне обоснованно боятся вот таких сборищ подростков. А тем хоть трава не расти. Зыркайте меня, а я здесь буду. И вот сегодня на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И сейчас Максима проверяют на причастность к этому преступлению.